Доброе утро, дорогие друзья! Рад приветствовать всех, кто собрался в этот ранний час у экранов телевизоров. Сегодня суббота, на календаре уже 1 августа. И встречает с вами этот новый день программа «Утренний фреш». И я ее ведущий Павел Мехно. В этом выпуске я расскажу вам, какие фильмы и передачи своим зрителям предлагает телеканал «Беларусь-4 Гомель» в эти выходные и на следующей неделе. А также познакомлюсь с другой полезной информацией. Не переключайтесь! Сегодня на территории Гомельской области будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют осадки. Днем столбики термометров поднимутся на 22 градусов выше нуля. Ветер северо-западный скоростью до 7 метров в секунду. Сегодня в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» фильм «Дневной свет». Машина таксиста в момент взрыва оказывается на въезде в большой подводный туннель, ведущий в Нью-Джерси. По нему проносится огромный огненный шар и в живых остается лишь немного испуганных людей. Выбраться без посторонней помощи они не сумеют. И таксист совершает отчаянную попытку пробраться в туннель и вывезти людей. Много лет назад он работал в службе спасения, но был уволен, когда его подчиненные погибли, выполняя его приказы. Теперь у него появляется шанс искупить свою вину. Включайте наш телеканал в 11.50. Пять туров, пятерка игроков в каждой из двух команд и харизматичный ведущий. Каждую неделю команды школьников из Гомельской области борются за победу в викторине «Эрудит пятерка». Ведущий Леонид Климович готовит для команд множество занимательных вопросов. Участники игры проявляют свое лучшее качество, умение грамотно распределять силы и строить выигрышную стратегию. Интрига держит зрителей и болельщиков в приятном напряжении по воскресеньям. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 12 часов 10 минут. Классный час. Детская познавательная программа на телеканале «Беларусь-4». Это первая передача в региональном телефире, созданная профессионалами и детьми для детей. Все о жизни, увлечениях и учебе в школе глазами подростков. Включайте телеканал «Беларусь-4» в воскресенье в 12.40. В воскресенье вечером в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» фильм «Книга Илая». Америка после мировой катастрофы превратилась в выжженную пустыню. По бескрайним дорогам, где полно бандитов, враждующих между собой за воду и еду, странствует мудрый Илай. И однажды он прибывает в мрачные края, где когда-то была цветущая Калифорния. А теперь это ад, где бесчинствует тиран. Включайте наш телеканал в воскресенье в 20.30. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управлений и комитетов Гомельского обл. сполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в понедельник в 19.00. Тело человека. Познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» во вторник в 19.30. В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные и культурные темы раскрываются через конкретных героев. Работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Смотрите на нашем телеканале «По будням». Сегодня в нашей рубрике есть вопрос нотариус Елена Харланова. Ответит на вопросы, которые могут возникнуть при передаче денег в долг. Не переключайтесь. Сделка, по которой дают деньги в долг, называется договором займа. Это договор, согласно которому взаимодатель передает заемщику определенную денежную сумму, либо иные вещи. А последний, то есть заемщик, в свою очередь, обязан вернуть такую же сумму денег. Договор займа должен быть заключен в устной форме, в простой письменной форме, либо в письменной форме и еще удостоверен в нотариальном порядке. В случае, если сумма займа превышает 10 базовых величий, установленных законодательством, договор займа подлежит обязательной письменной форме. Также обязательной письменной форме подлежит договор займа в случае, если стороной по сделке является юридическое лицо. Расписка же – это простая письменная форма договора займа. В случае, если вы заключили договор займа в простой письменной форме, то взыскать долг путем совершения исполнительной надписи у нотариуса вам не представится возможным. В данной ситуации это спор, который сможет рассматривать только суд. В случае же, если вы хотите обращаться к нотариусу за бесспорным взысканием денежных сумм, вам необходимо заключать договоры в нотариальном порядке, для того, чтобы вы смогли всегда обратиться с заявлением о бесспорном взыскании денежных сумм со своего должника. Для этого вам придется всего лишь навсего подать заявление нотариусу и предоставить нотариально удостоверенную сделку, на основании которого возникло обязательство по выплате. Согласие должника на взыскание долга в данной ситуации не требуется. Нотариус совершит исполнительную надпись в той валюте, в которой был заключен договор займа. То есть, если вы заключили договор займа в иностранной валюте, в евро, либо долларах США, то, конечно же, нотариус ученит исполнительную надпись именно в этой валюте. Как провести летнее время с пользой? Своими идеями на этот счет мы попросили поделиться гомельчан. В ответ услышали немало дельных советов и проверенных вариантов, что важно практически незатратных финансово видов досуга. Меня зовут Егор, мне 21. Я занимаюсь квестами в реальности в городе Гомель. Квест – это игра, в которой смысл заключается в том, чтобы вас и вашу команду запирают в определенной локации, с определенным сюжетом и задачей, которую вы должны выполнить за определенное количество времени. Время – это ограничено. Формат такой игры необычный, он постоянно дарит кучу эмоций. Основную аудиторию назвать очень трудно, потому что это могут быть как и дети от 7 лет, так и взрослые, старше 60. В основном, конечно, чаще всего ходят дети, школьники, студенты. Квест в реальности абсолютно безопасный вид развлечения, потому что там все тщательно всегда продумывается. Постоянный контроль над игроками, поведенный наблюдение, звуковое сопровождение. Поэтому это абсолютно безопасно. Поиграв в квест, можно отпраздновать таким образом свой день рождения. Это можно подарить близкому, это можно подарить другу. Как всегда, новый день с вами встречали программу «Утренний фреш» и я, ее ведущий, Павел Михно. Хочу пожелать вам только хорошего настроения и улыбок окружающих людей. Сегодня суббота, а это значит, что у многих впереди два выходных дня. Постарайтесь отдохнуть и набраться сил на следующую рабочую неделю. Увидимся в понедельник на телеканале «Беларусь-4 Гомель». «Беларусь-4 Гомель». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...